Ну то есть, понимаете, как бы измена неизбежна в жизни просто по той причине, что само по себе жить для детей, для жены, это не то, что нужно в человеческой жизни. Человек думает, что ему нужна новая женщина или новый мужчина. Это неправильное мышление, человеку нужно духовное развитие. Вот когда человек развивается духовно, тогда у него сердце облегчается, успокаивается, он чувствует истинное счастье. У него в близких отношениях начинается новый виток. По факту, если вот, допустим, люди меня спрашивают, Олег Геннадьевич, мы прожили вместе 20 лет, почему он ушел в другой? Понимаете, само по себе, как бы по выслуги лет, любовь в семье не появляется. Влюбленность заканчивается. Что такое влюбленность? Влюбленность. Женщина ко мне подходит и говорит, Олег Геннадьевич, вот что мне с ним жить, если он меня вот так гладит, и я ничего не чувствую, зачем мне с ним жить? Вот это когда гладит, и ты что-то чувствуешь, это называется влюбленность, мои дорогие друзья. Это то, что держит людей вместе. И вот эта влюбленность, кажется, я ее так люблю, она меня так любит, мы гладим друг друга, нам классно вместе. Знаете, что эта влюбленность, это всего лишь аккумулятор, который к вам Бог подключил, для того, чтобы у вас было время развить настоящую любовь. Влюбленность у всех людей на земле заканчивается всегда, в том числе и ощущение счастья от половой жизни с человеком, с которым ты живешь. У всех и всегда заканчивается влюбленность, неизбежно. Не надейтесь, что у вас на всю жизнь будет вот эта вот балдеж друг от друга. Всегда и у всех заканчивается. Почему? Потому что это энергия Бога, не ваша. За так человеку ничего не дается. Допустим, если вы за так получили, вот вы живете мне, нехорошо с тобой, и снегопадный пружик проливной. Это временно. Это все равно, что, допустим, демоверсии, вы получаете какую-то программу, покупаете в компьютере, и бесплатно можно попользоваться. Это просто, чтобы потом вы ее купили. Только для этого, понимаете, нет другой причины, почему вам это дается. Точно так же влюбленность. Если бы ее не было, эта влюбленность, люди бы не женились, детей бы не рожали. Поэтому Бог, Он дает как бы на развитие семьи свои дивиденды. Ну, то есть есть дивиденды от государства там для детей, а есть от Бога, понимаете. Вот Бог дает человеку влюбленность просто для того, чтобы люди сходились, жили вместе, начинали детей. А если уж говорить о любви, то она совсем по-другому выглядит, это другое чувство. Не то, что ты дотрагиваешься до меня, и мне бы оно классно там стало. Или я до тебя дотрагиваюсь, мне классно стало. Ну, это с мужской точки зрения. Вот. Вы понимаете, любовь – это другая песня. Сейчас я вам ее расскажу. Первая стадия любви – просто принятие. Никакого счастья большого нет. То есть что это значит? Значит, я вот характер близкого человека принял, работаю над собой, молюсь там, бегаю, аскезы совершаю, пащусь. Вот. Все делаю для того, чтобы нормально жить. И постепенно я принимаю вот характер, привычки, прибабахи близкого человека. Ну, принимаю – означает, что они меня уже не раздражают, я привык. Все. Если ты принял близкого человека, это называется первая капля любви. Ты уже имеешь какие права в жизни? Имеешь право прийти домой, зная, что ты там будешь отдыхать, а не мучиться. Ты чувствуешь покой, спокойствие рядом с близким человеком. Ругаться уже незачем, потому что ты все и так принял, все классно. То есть ругаться не надо. Дома хорошо, спокойно, ты дома отдыхаешь, уже как-то легче жить. Ну, такого большого счастья сильно нет. Для того, чтобы появилось счастье, нужно сделать следующий шаг. Этот шаг называется культивирование отношений, любви. Отношения, любви – это не постельный режим. Это расходование энергии влюбленности. Чем больше постельного режима, тем быстрее кончится энергия влюбленности. Понимаете? Вы просто расходуете эту энергию, и все, то, что Бог дал вам, как резерв, так сказать, возможность жить вместе. Потому что никому же не хочется жить, когда ничего не чувствуешь от человека. Чтобы чувствовать, надо понять, что это как бы резерв, резервная энергия. Итак, что такое влюбленность? Что такое любовь? Если вы начинаете вести себя правильно с близким человеком. Что такое правильно? Это значит так, как ему хорошо. Вот мужчине хорошо, когда уважают его мнение, с ним ведут себя очень тактично, эмоционально, эмоции не распускают. Говорят ему, все подбадривают его. Если он пришел на начальника, ругается, жена должна защитить мужа, а не начальника. Сказать, у тебя все получится, да, он с тобой неправ и так далее. То есть жена должна всегда подбадривать мужа, вдохновлять его, соглашаться с ним. Ну и при этом иметь возможность внутренне бояться, по-доброму, нежно просить у него своих вещей. Ну то, что женщина же, она замуж уходит для того, чтобы наслаждаться энергией мужа. А что за энергия у мужа? Деньги. От мужа исходят деньги для женщины. И потом она наслаждается его деньгами. Как надо это делать? Аккуратно. Типа, давай эти деньги, я за тебя замуж вышел. Нет, аккуратненько. А я бы хотела губную помадочку. Я слышала, что с ней я буду красивее. Вот с этой помадочкой. Ты меня больше будешь любить. Я для этого хотела. Вот. Ну давай попробуем. Раз, купил помадочку. Всегда надо мужа вдохновить. Или в этом платье я буду лучше себя чувствовать, быстрее зачнем ребенка. И так далее. Ну что-то такое, говорите ему, как бы, вешайте ему на уши, чтобы у него был какой-то мотив. Покупать вам платье, там, еще что-нибудь, украшение. Нужно, чтобы у вас какое-то основание, чтобы он понял, зачем. И так уже целый шкаф платьев. То есть женщина наслаждается энергией денег мужа. Если, как бы, мужчина думает, сколько же ей для полного счастья нужно денег. Мужчины, скажу вам честно, вы никогда за всю жизнь столько денег не заработаете, сколько ей для полного счастья нужно. Поэтому женщине нужно бесконечно. Вот если вы столько зарабатываете, ей сразу нужно больше. Если больше зарабатываете, ей сразу же нужно еще больше. Если больше, еще больше. И так бесконечно. Вам никогда не хватит. Понятно, да? Поэтому что делать? Как бы, сразу непонятно, что делать, да? Возникает вопрос. Ответ простой. Даже если она требует деньгами, вы все равно давайте ей заботой, нежностью. Вот, допустим, она говорит, хочу платье вот такое дорогое. Моя дорогая, моя любимая. Конечно, ты достойна этого платья. Но пока мы купить не можем. Давай чуть-чуть подождем. И растягивайте, как бы, удовольствие. Пока до этого платья дожили, как бы, пока следующее захочет, уже 2-3 месяца это надо ждать. Уже другого, уже ничего не хочется, потому что она ждет этого платья. Все, уже как-то вопрос закрыт. Ну, то есть, откладывайте на подальше. Обещайте, но не сразу. По своим возможностям. Теперь, если вы, допустим, ей решили прямо очень сильно, круто, как бы так, ну, круто прямо, решили купить очень дорогой подарок. Ну, прямо очень, прямо, ну, истратили все свои заребрежения, даже которых она не знала. Знаете, что это ошибка. Сейчас объясню, почему. Потому что она более дешевая, она больше никогда не согласится. Все остальное для нее будет просто фигня. Она будет носить этот только один дорогой подарок и мечтать еще об одном таком же. Все. Так устроена психика у женщины. Вы ничего с этим не сделали. Поэтому рассчитывайте на свои силы всегда. Во всем, что вы решили сделать. Потому что дальше, назад шага не будет. Если вы решили пожить, вот, сделать подарок жене, решили пожить в большой квартире, гораздо больше жилплощади на три месяца, просто сделать подарок жене, это большая ошибка. Потому что после этого она в меньшую площадь уже не пойдет. И если вы не верите мне, вы можете попробовать жить с ней в меньшей площади. У нее начнет болеть голова, месячные начнут расстраиваться. Понимаете, это будет вполне естественно для нее страдать от этой квартиры.